Приветствую, друзья, на канале Scale Journal. Сегодня я хочу показать свой новый аэрограф Inked Ninja. Это классический аэрограф двойного независимого действия с резьбовым соплом. В моем случае сопло 0,3 мм. В этом видео мы посмотрим содержимое коробки. Также я покажу аксессуары, которые я купил вместе с этим аэрографом. Ну и в принципе рекомендую при покупке аэрографов также посмотрим на частичную сборку и разборку данного аэрографа. Сделаю небольшое сравнение с моими другими аэрографами и подведу итоги, а также расскажу свои первые впечатления. Если что-то в этом обзоре будет упущено, не стесняйтесь, пишите об этом в комментариях под видео. Чуть позже, наверное, в течение недели выйдет текстовая версия данного обзора. Если у вас какие-то будут вопросы, то постараюсь включить их в этот обзор. Сам обзор вы сможете найти у меня на сайте, ссылку я оставлю в правом верхнем углу этого видео. Ну что ж, давайте перейдем непосредственно к рассмотрению аэрографа. Итак, аэрограф упакован в яркую красочную упаковку и на ней указаны основные особенности аэрографа. Это микро подстройка давления воздуха, устойчивое к растворителям кольцо из фторопласта, открытая регулировка уплотнителя иглы и новое покрытие корпуса. А также указаны про улучшенное винтовое сопло с широким основанием. Чуть позже я покажу, чем он отличается от аналогичного на Jazz 1142. Давайте теперь посмотрим комплект аэрографа. В комплект входит непосредственно сам аэрограф, ключ для оптимчивания сопла и специальное средство для винтовых сопел. Также есть инструкции. В инструкции дано краткое описание аэрографа, принцип работы, особенности, инструкция по очистке аэрографа, а также схема аэрографа с указанием деталей и их названий. Из дополнения я себе сразу заказал ремкомплект и также набор игла сопло 0,2 мм, а также штуцер для быстросъемника. И если у вас нету, то рекомендую сразу приобрести ёршики для очистки и иглу для очистки сопла. В принципе вот таким минимальным набором можно обойтись при покупке первого аэрографа. Бачок у данного аэрографа составляет 9 мл и как видите полировка сделана очень хорошо. Давайте теперь разберём аэрограф. Вначале отвинчивается хвостовик. Затем немного ослабляю гайку зажима иглы и извлекаю иглу. Ну а затем вывинчивается и вместе извлекается толкатель, втулка, цанговый зажим иглы, возвратные пружины и корпус пружины. Затем извлекается кнопка. На передней части аэрографа свинчивается вначале защитная насадка. Затем воздушное сопло. Потом непосредственно само сопло. И головка аэрографа. В конце отвинчивается корпус воздушного клапана и сама крышка. На этом разборка аэрографа завершена. Сборка производится в обратном порядке. Вначале закручиваю корпус воздушного клапана. Головку аэрографа. Сопло. Его лучше закручивать руками без использования ключа. Воздушное сопло. И защитная насадка. Затем устанавливаем кнопку. Насечки должны быть ближе к бачку. Затем устанавливаем узел с толкателем, втулкой, цанговым зажимом иглы, возвратной пружиной и корпусом пружины. Вставляем гайку зажима иглы и вставляем иглу. Эту операцию необходимо производить аккуратно, чтобы не повредить и не загнуть кончик иглы. И фиксируем иглу гайкой зажима иглы. Ну и в конце привинчиваем холостовик аэрографа. И закрываем емкость для краски. Как я уже говорил в начале, я себе взял штуцер для быстросъемника. Очень удобная вещь. Особенно когда используется больше одного аэрографа. С помощью него можно очень быстро переключаться с одного аэрографа на другой. И вот таким образом это выглядит в работе. Подключили, поработали, отсоединили, вставили следующий. Теперь можно посмотреть на разницу между соплом от Jazz и Inkit. Сопло от Inkit имеет широкое основание, что сказывается на надежности. Такое сопло сложнее провернуть. И отсутствует уплотнительная резинка. Насколько это эффективное решение, покажет практика. Ну и теперь еще наглядно посмотрите качество полировки аэрографов от Jazz и Inkit. Мне кажется разница очевидна. И Jazz тут даже и рядом не стоял по качеству полировки. По весу аэрографы тоже отличаются. Ninja самый легкий. Он весит примерно 101 грамм. Jazz 1.42 вес порядка 120 грамм. Katana среди этих трех аэрографов самая тяжелая. Она весит порядка 126 грамм. Ну вот еще раз посмотрите, качество полировки у Katana тоже значительно выше, чем у аэрографа Jazz. И еще немножко про элементы управления аэрографом Inkit. Здесь есть возможность регулировать подачу воздуха без части компрессора. Также есть ограничитель хода иглы. Также есть окошко для регулировки уплотнения иглы. Ну и в принципе через него можно также производить дополнительную чистку аэрографа без разборки. Ну и давайте я вам наглядно продемонстрирую как работает микроподстройка давления воздуха. Сейчас я делаю полную подачу воздуха и материала. В данном случае вода. И начинаю закручивать подстройку давления воздуха. Ну и сейчас вы ее не только видите, но и слышите как давление падает. Вплоть до полного перекрытия воздуха. Аналогичным образом мы можем вернуть полную подачу воздуха. Не знаю как это работает на других аэрографах, но здесь настройка мне кажется понятной. Ну и возвращение перед вашими глазами. Небольшие выкраски на ложках. Это просто покрытие ложки и плюс нанесение камуфляжных пятен от руки. В данном тесте я использую обновленные краски от Pacific серии Aero. Отличить от старых их можно по обновленной этикетке. Обновленная серия обозначена как Color Force. Ну и теперь можно подвести первые впечатления и выводы. Детали и элементы аэрографа подогнаны хорошо. Качество полировки бачка вы могли сами видеть. Аэрограф произвел на меня приятные впечатления. Хочется уже взять и начать красить что-то полноценное. Чем я наверное в ближайшее время и займусь. Как раз у меня на подходе модель от Tami Jeep Willis, которая ждет покраски. На нем я уже более полноценно смогу проверить аэрограф. Как мне кажется данный аэрограф подойдет в первую очередь для опытных пользователей. И для любителей классического резьбового сопла. Через какое-то время, может через год, может и раньше, я сделаю дополнительный обзор. Ну уже основанный на практике применения данного аэрографа. Ну и уже можно будет более детально о нем что-то рассказать. Сегодня же это были просто первые впечатления. Кстати говоря об Inkit Katana, которым я пользовался два с половиной года до этого. Я планирую тоже выпустить дополнительный обзор. И в котором я расскажу свой опыт эксплуатации. Покажу нам какие-то примеры использования. Ну и в целом поделюсь впечатлениями после продолжительного использования этого аэрографа. Если у вас есть какие-то вопросы непосредственно по аэрографу Inkit Katana. Может быть вы хотите что-то конкретное чтобы я показал в дополнительном обзоре. Тоже об этом пишите у меня в комментариях под видео. И я постараюсь включить ответ на ваши вопросы в будущее видео. Ну и не забывайте задавать вопросы по Inkit Ninja. Так как если я что-то пропустил в обзоре. То я обязательно постараюсь их добавить в текстовую версию обзора на своем сайте. Ну а на этом я буду заканчивать свое видео. И помните моделизм должен приносить удовольствие. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок